К нам реально приехал прототип Xiaomi Mi Band 4. Будущий хит продаж и он обещает быть лучшим фитнес-трекером на рынке. И друзья, у нас тут на синтетиках большое обновление, теперь можно смотреть цены не только из Китая, но и из местных магазинов, если вы с Украиной и Россией. Сравнивайте, читайте отзывы о товаре и ставьте интересующую вас цену. И делайте правильный выбор. На самом деле этот фитнес-трекер уже продается на китайском рынке и называется он Hey Plus или Black Plus, называйте как хотите. И почему я считаю его прототипом Mi Band 4? Да вы просто посмотрите на него. Реально вот так вот должен выглядеть Mi Band 4. По крайней мере мне так этого хочется. Hey Plus с виду от Mi Band 3 отличается разве что невыпуклым дисплеем и это его большое преимущество. Поцарапать его намного сложнее. Владельцы Mi Band 3 меня поймут. Также тут очень важное улучшение по сравнению с нынешним Mi Bandом. И это коннекторы для зарядки, которые не спрятаны где-то там под ремешком и чтобы зарядить браслет не нужно насиловать ни себя, ни ремешок для извлечения капсулы. Экран здесь установлен AMOLED. Яркий, красивый, иконки зачетно смотрятся и циферблаты, которые можно менять и настраивать под свой вкус. И вот такую вот новогоднюю картинку я себе установил и как видите качество ее не очень высокого уровня. На самом браслете можно читать сообщения, видеть звонки и сбрасывать их, смотреть активность и выбирать режимы для спорта. А вот ни секундомера, ни таймера нет, что является минусом, как для фитнес-браслета. А вот наличие NFC, которое дает возможность подвязать карты домофона и подобные NFC вещи. Зачтем это в преимущество, но не надейтесь, что можно оплачивать покупки через привязку карты. Только пока что китайский WeChat. Но ясное дело, нам хотелось бы расплачиваться Mi Band 4 в магазине, чтобы NFC работал тоже у нас. Но не знаю, получится или нет. Вот, кстати, хочу еще отметить приятнейшее вибро. Я не знаю, будет ли вот... Да, микрофон должен это ловить, но реально очень интересный браслетик. Вроде все кажется очень даже хорошим. И ясное дело, возникают, наверное, у вас сейчас мысли. Антоха, где же его купить? Но не спешите, друзья. Как я и говорил, это некий прототип Mi Band 4 и Hey Plus заточен исключительно для китайского рынка. И чтобы привести их в состояние, которое вы сейчас видите, нам пришлось пройти все семь кругов ада. Первое, с чем мы столкнулись, ведя аккаунт Mi Fit, нас потребовали подвязать китайский номер телефона. Обойти это невозможно и пришлось тревожить знакомых в Китае, которые помогли нам с этим. Хотя на Алиэкспрессе продавцы тоже помогают, но, как вы понимаете, вся эта дружба может висеть на волоске и зависит от достаточно хитрых китайцев. Но на этом трудности не закончились, а точнее начались. Во-первых, как только вы их включаете, у вас браслет будет исключительно на китайском языке. Но если с этим тоже можно было бы смириться, то отсутствие в браслете поддержки кириллицы делает невозможным просмотреть уведомления на русском языке. Проштудировав форумы, мы нашли, как этот фитнес-трекер прошить, но при всем этом, когда перепрошили, то слетело в нем все. Циферблаты, вся информация. Пришлось опять шаманить, но мы ссылочку на форум внизу оставим в описании. Я думаю, что все же кто-то захочет взять себе этот прототипчик Mi Band 4. В целом, этот Mi Band 4 в кавычках нам очень конкретно потрепал нервы. Но в итоге вы получили очень интересный фитнес-трекер. Да, он не лишен недостатков, но если вы в поиске лучшего гаджета и хотите что-то менять, переустанавливать, либо вы просто мазохист, то, думаю, вам этот фитнес-трекер подойдет. Ну и держите в голове, что это фактически Mi Band 4. Если для глобалки они подправят вышеописанные косяки, он явно будет хитом. И еще от себя кое-что добавим. Друзья, вот если ставить Mi Band 3 и вот этот Hey+, то есть прототип Mi Band 4, даже если здесь будет только английский язык, даже если придется пошаманить немного, ну, есть выходы, есть варианты, то мы бы себе, скорее всего, оставили именно этот фитнес-браслет. Он явно поинтереснее из-за дисплея, из-за тактильных ощущений некоторых, некоторые улучшения, как было показано вам. Так что однозначно зачетный браслет. Ну, ждем вас в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok